Славлю я мой край красивый, славлю край приволжский милый, славлю песни птичьих стай, славлю мой чувашский край. С этого холма село Янтиково как на ладони. До сих пор никто не может сказать точно, когда именно люди облюбовали эти земли. Первое упоминание о Тимяшаха, именно так раньше называлось село Янтиково, относится еще к середине 16 века. Вообще, с чувашского языка название района Тавайень переводится «край под горой». Село и действительно окружено оврагами. На этих косогорах в первый год войны были построены оборонительные рубежи. Их следы сохранились и поныне. В память об этих событиях на окраине села установили стелу труженикам тыла, а в Краеведческом музее района есть уникальная диорама. Художник Павел Меркурьев изобразил, как местные жители возводили казанский обвод. Строились блиндажи, окопы, противотанковые рвы. И работали на этих оборонительных сооружениях в основном женщины. 70% старики и подростки от 17 лет. Было организовано социалистическое соревнование. Разбивались на группы люди, на звенья. И каждому давалась норма выработки. Все понимали, что эту работу нужно выполнить в срок. И выполнена она была даже досрочно. 25 января 1942 года работы были закончены. Гостям района непременно стоит побывать на озере Аль. Летом сюда приезжают отдыхать жители других районов. Многих привлекает чистейшая вода, на дне нет ила, только песок. А еще с озером Аль связана немало легенд, о которых знают даже дети. Одно из преданий гласит, что это озеро было главным местом жертвоприношений. На его берегах собирались крестьяне, прося дождей на все лето и богатого урожая. Озеро Аль является жемчужиной нашей Янтиковской земли. Существует легенда, якобы это озеро связано с некими подземными тайными каналами, с океаном. Много веков тому назад один солдат уронил свою шапку в это озеро. И вскоре эту шапку нашли в Каспийском море. И также вода озера исцелит от всех болезней и приносит течение от грехов. В районе сохранилось множество объектов культурного и исторического наследия республики. Один из таких – церковь Казьмы и Демьяна. Она была возведена в 1820 году на месте деревянного храма. На этом месте когда-то в 1793 году стояла просто деревянная, однопрестольная церковь. А рядом с ней жил священник. В этом доме священника была школа деревянная, три комнаты были, учились. И старобрядцы, и мирские. На этом месте построена в 1820 году вот эта церковь, что у нас сейчас она стоит на пожертвовании граждан. Построена она. После закрытия церкви в этих стенах в разное время располагались кузница, склады и машино-тракторный парк. 22 года назад службы здесь начали проводить вновь. Здание вытерпело испытания временем и людьми остались нетронутыми. Даже рисунки под куполом и кирпичная кладка. Прихожане говорят, церковь строили с божьей помощью и на века. В те времена здесь проживало более трех тысяч человек, в Можарках действовало множество молельных домов. До наших дней жители села сохранили старинные иконы и книги. Священники пользовались ими еще три века назад, а теперь по ним читают молитвы представители прихода святых Петра и Павла. Их издавали на века. Вот они такие обложки. Вот это вот книга «Одеяния апостолов», «Послание апостолов». Это книги, которыми мы сейчас пользуемся. Их, конечно, берегли долгие-долгие годы. Преданные старой вере люди в сундуках хранили. Особенность второго верства, наверное, надо сказать, что есть у каждого в руках во время моления должна быть лестка. Вот это называется лестка. Она должна быть в руках у каждого приходящего в храм и молящегося в храме. У этой лестки, конечно, есть свои значения. Вот четыре лепестка – это четыре евангелиста. Вот три, вот здесь вот двенадцать вот таких маленьких да большой лесенок – это двенадцать апостолов. Музей в селе Яншихова-Нарваши – еще одна районная достопримечательность. В 1903 году именно здесь открылась местная школа. Инициатором ее строительства выступил Иван Яковлев, который в то время работал инспектором Казанского учебного округа. В Яншихова-Нарваши он приезжал часто, решал вопросы по возведению школы и даже экзаменовал учеников. В память о его первом визите у входа в музей установили мемориальный камень. Для того, чтобы строить это школьное здание, надо было, как говорится, выбить у местного населения, у сельского схода, земли для строительства. И поэтому вопрос Иван Яковлевич Яковлев приезжал 12 октября 1879 года. Он сумел, как говорится, убедить односельщинщин о необходимости выделения земли для строительства этого школьного здания. И вся работа была нацелена именно на обучение, воспитание детей. А дети потом, как говорится, стали талантными и видными людьми всей Чувашской республики. А еще Яншихова-Нарваши известны своими выдающимися земляками. Здесь учились мастера социалистического реализма, народные художники Чувашии России, Моисей Спиридонов и Никита Сверчков, народная артистка Вера Кузьмина, до сих пор восхищающая зрителей своей игрой. Причем все трое проживали в этом же селе, на одной улице. На их домах теперь установлены памятные доски. Окрестности Ян-Нарваш потрясают своей красотой. И не случайно, что в этих местах в 1920 году режиссер Иоаким Максимов-Кошкинский снимал документальный фильм «Страна Чувашская». За колодцем, более-менее возвышенное место, равнина, здесь они снимали хоровод. И там виднеется, по ту сторону, церковь виднеется. Ну почему именно здесь снимали? Я так думаю, в то время Юшунев и Токсин, как говорится, были из нашего села. Они наверняка знали, что сильные хороводы здесь проводятся, одеяния народные, обряды чувашские и так далее. Янтиковский район можно по праву назвать родиной талантов. Проректор московского ГИТИСа Дмитрий Данилов, писатель Валентина Ильбии Михаил Желтов, народный артист России, Морис Яклашкин. Этот список можно продолжать долго. По стопам знаменитых земляков стараются идти и молодые жители района. В школе села Янтиково создали чувашский ансамбль, который успешно выступает на районных и региональных конкурсах. Часто юные артистки дают концерты в актовом зале школы. В их репертуаре есть и песни известных композиторов, уроженцев района Николая Казакова и Эдуарда Табаева. ПЕСНЯ Здесь они проходят настоящие курсы молодого бойца, маршируют, разбирают и собирают автоматы. Чувство патриотизма у них врожденное. Готов побеждать в различных конкурсах, в различных олимпиадах. Готов каждый день себя совершенствовать. У нас много памятников, монументов. Около ДК находится монумент славы павшим воинам. Мы зимой очень много за ним ухаживаем, убираем снег. Молодежь успевает и хорошо учиться. В последние годы здесь увеличилось количество призеров республиканских и всероссийских конкурсов. Девятиклассница Екатерина Гурьева завоевала награду на Олимпиаде юных экологов страны. Ее научная работа о популяции жука, оленя заслужила высоких оценок. Популяцию этого насекомого 10 лет назад обнаружил педагог-биолог и ученики Янтиковской школы. Позже этой темой заинтересовались и ученые. Екатерина решила провести подробные исследования жука, оленя. Эта тема очень актуальна, потому что в Янтиковском районе существует единственная в Чувашии популяция жука, оленя, которая занесена в Красную книгу Чувашии и Красную книгу Российской Федерации. На Олимпиаде в Екатеринбурге я заняла призовое место. Мне очень приятно слышать, когда в числе победителей и призеров называют Чуварскую республику село Янтиково. Для тех, кто стремится покорить спортивные высоты, 4 года назад возвели физкультурно-оздоровительный комплекс. Его строительство курировал бывший глава администрации муниципалитета, а ныне руководитель администрации главы республики Юрий Васильев. По проекту в Янтиковском районе было запланировано строительство простого бассейна. Когда мы вышли с предложением, что все-таки Янтиковский район достоин полноценного физкультурно-спортивного комплекса, мы получили полную поддержку и в течение года построили комплекс с бассейном и шестью залами. Спорткомплекс «Аль» пользуется большим спросом и не простаивает ни в выходные, ни в будни. Сейчас здесь регулярно проводят республиканские турниры. На базе ФСК тренируются футбольные команды, а совсем недавно по просьбе жителей начались занятия по фитнес-аэробике. Я люблю Янтиковский район за то, что он дает нам такие возможности заниматься спортом, петь и танцевать. Я победила в конкурсе «Чунга-чанга» и побывала в Греции. Тренер уверена, что ее воспитанницы могут стать чемпионами страны. Сама Елена Головина приезжает проводить уроки по фитнесу в Янтиково из Канаша. Мне нравится, что физкультурно-спортивный комплекс удачно расположен в центре села Янтиково. Мне очень нравится здесь очень благоприятная, очень добрая атмосфера. Красивые газоны, красивые цветники, деревья, ельники. Конечно же, жители района очень рады тому, что здесь появился физкультурно-спортивный комплекс. Дети с радостью бегают со школы сразу в комплекс заниматься. Они могут даже не забегать домой, приходят на тренировку, и мы спокойно до вечера занимаемся. У нас есть замечательный бассейн, замечательный буфет, замечательный зал футбольный, баскетбольный и, конечно же, зал аэробики. Этим ребятам еще предстоит внести свою лепту в развитие района. А вот Сергей Дмитриев уже создал базу отдыха на заброшенных землях колхоза. Территория подошла идеально вокруг леса, поля и реки. Здесь построили гостевые дома, беседки, бани, обустроили искусственные пруды. Комплекс «Медвежий угол» – лучшее место для любителей сельского туризма. Знают о нем и за рубежом. Люблю это дело, поэтому, наверное, у меня получается. Люблю работать, люблю село, люблю природу. И вот видно, что я душу вкладываю, потому что мне нравится это. И когда это от души делаешь, понятное дело, это и в деле все видно. Свою душу в любимую работу вкладывает и семья Эларионовых из села Шимкусы. Со вкусом молока, которое производится здесь, знакомы многие горожане. Его разливают в молочных автоматах Чебоксар и Новочебоксарска. Первые аппараты в столице республики установили два года назад. Жители новинку оценили, и это не случайно. В автоматах реализуют только свежее молоко, с фермы его доставляют каждый день. Дела хозяйства стремительно пошли в гору. Сейчас здесь содержат более 700 буренок. В ближайшие годы планируют построить еще один коровник и увеличить количество молокомата в городе. Люди очень полюбили наше молоко, потому что у нас молоко качественное. Постоянно мы работаем уже с отдачей от всей души. В ближайшем будущем мы собираемся открыть по пастеризации молока и свою продукцию выпускать. Это уже в ассортименте. В районе активно развивается малый и средний бизнес. Это предприятие было открыто на базе заброшенной котельной детского сада. Поначалу здесь начали производить табуретки и стулья, а теперь выпускают еще и теплицы и банные печи. Эта продукция пользуется спросом не только в республике, но и в других регионах. Мебель из Нового Буянова закупают школы, детские сады и даже рестораны. Предприниматели отмечают, что в Янтиховском районе для развития малого и среднего бизнеса создают идеальную среду. У руководителей цеха большие планы, в перспективе здесь намерены увеличить объемы производства. Бизнесмены вкладывают инвестиции и в развитие села. Продолжает наращивать мощности и флагман экономики района – завода «Контагра». В прошлом году этот молочный цех полностью реконструировали. Сейчас здесь перерабатывают более 30 тонн молока в сутки. Недавно на заводе освоили и новую технологию упаковки. Часть продукции теперь выпускают в специальных кувшинах, которые надолго сохраняют вкус и свежесть молока. В прошлом году увеличили поголовье на ферме «Аконда». Мы показали своим примером, что в сельском хозяйстве в этом направлении тоже можно работать. И мне было очень интересно, что мы на сегодняшний день сотрудничаем с фермерскими хозяйствами Янтихского района. И частично мы у них тоже закупаем молоко. И мы видим здесь частицу своего труда как-то. Чтобы мы дали им свое время, вдохновение, уверенность вкладывать деньги в переработку, производство продуктов сельского хозяйства. У Янтихского района хорошие перспективы. Жители стремятся остаться на родной земле, потому что здесь есть все для жизни. Работа, современные детские сады, новые фельдшерско-акушерские пункты, спорткомплексы и многое другое. Тут большую помощь оказывает руководство республики во главе Михаила Васильевича Игнатьева. Вот эта программа, республиканская программа строительства ФАПов продолжается по сегодняшний день. В этом году мы планируем строительство еще одного ФАПа в районе. Развивается и сельское хозяйство, особенно животноводческие комплексы и животноводческие фермы строим. Мы ежегодно по одной, по две фермы строим животноводческие фермы для крупного рогатого скота. Историю делают люди. Янтиховскому району в этом плане повезло. Кто оставит свой след в летописи, покажет время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова